Ну что, так-то даже не сказать, что они в мантоварке не готовились. Какие у вас манты получились? Просто бомба! Всем ассалам алейкум, уважаемые зрители моего YouTube канала. Мы сегодня приготовим манты из кабачков. Я вот достал с холодильника кабачки. Они уже начинают портиться, но мы их сегодня реанимируем и сделаем манты. Кстати, еще один момент такой. У меня нет специальной мантоварки, чтобы приготовить традиционным способом. Но, как говорится, повар всегда найдет какую-то для себя лазейку. В данном случае сковородка в окно. Можно взять и обычную сковородку и уже, соответственно, приготовить в ней манты. Поэтому я считаю, что оправданий никаких не должно быть. В целом, если человек хочет, он всегда приготовит и найдет из чего приготовить. Давайте начнем. Значит, я здесь не заморачиваюсь, просто счищаю шкуру. Шкуру, блин, так сказал. Зачищаем. Ну, и, кстати, довольно-таки неплохой кабачок так-то. Собственно, плохие места я уже помогаю ножом. Места, где уже экономка не достать. У меня остался болгарский перец, и я его тоже добавлю в блюдо. Итак, смотрите, у меня остался здесь в холодильнике кусок говядины с жиром. Собственно, что мы сейчас сделаем? Мы нарежем это все небольшими кубиками и сделаем, так сказать, фарш из кабачка и мяса. Давайте его нарежем на пласты, а потом и на кубики. Друзья, я надеюсь, вы сильно ругаться не будете, если я присяду за стол, потому что, на самом деле, стол очень маленький. Рост у меня, скажем так, не метр с кепкой, поэтому мне очень тяжело стоять, спина прям затекает. Вспоминаю свой опыт, поварской опыт в начальном этапе. Мой первый шеф бы сейчас мне дал такой подзатыльник за то, что я сижу и режу мясо. Но, слава богу, времена меняются. Собственно, с мясом мы закончили. Давайте нарежем кабачок. Тут тоже нет ничего сверхъестественного. Значит, с этим разобрались, да? Поехали дальше. Что касается специй, это все на любителя. Выбирайте, какие специи нравятся вам и добавляйте. В данном случае я использовал черный молотый перец, немного зиры, соль и, конечно же, растительное масло, чтобы добавить немного сочности нашим мантам. Как бы внутреннего жира здесь нет, поэтому я решил добавить немножечко растительного масла. Что касается теста, у меня уже есть на канале видео рецепт с приготовлением теста, поэтому ссылочка будет вот здесь, подсказочка точнее. Переходите и смотрите. Мы готовили тесто на хинкали, оно и подходит и для мант. Кстати, готовили мы вместе с Абдул Азизом. Так что настоятельно рекомендую перейти и посмотреть. Собственно, рассказывать, как раскатывать манты. Я не буду углубляться в этот процесс, а уже покажу непосредственно саму лепку мант. Поэтому смотрим и оставляем отзывы, какая лепка вам нравится больше всего. косичкой, либо какие-то стандартные моменты, скажем так, с советского времени. Конверты, розочки и там прочее. Значит, что мы делаем? Берем фарш. Значит, одну сторону прижали, вторую. Теперь вместе соединяем. И все. Вот в таком формате, в таком режиме мы делаем косичку. Чем тоньше вы будете брать, тем тоньше у вас получится косичка. И, соответственно, красивее будет. То есть, вот, сам процесс выглядит примерно вот так. Все перевернули. Придавили большим пальцем. Конечно, мастера высокого уровня все это делают ложками. Здесь опять все то же самое повторяется. Все собрали. Собственно, плюс-минус получается вот так. Конечно, фарш у нас, текстура неоднородная. Здесь все нарезано кубиками. Нарезано как бы кубиками. И, соответственно, манты сложнее лепить. И вид у них, конечно, не вау. Как бы вы тоже должны это учитывать. Все здесь опять же придавили. Два края. Собрали. И пошел. Собственно, вот так и получается у нас. Есть два варианта развития событий. Мы можем поставить это на плиту, добавить растительного масла, выложить манты, прижарить их, сделать небольшую корочку снизу, затем залить водой и пропарить их буквально там 10-15 минут. Либо же я предлагаю сразу же влить растительного масла, растереть прямо так мантами. Ничего страшного. У меня нет кисточки, поэтому... И выкладываем манты по кругу. Теперь заливаем все это дело небольшим количеством воды. Накрываем крышкой, ставим на плиту. 15 минут. Манты готовы. Вы можете не бояться открывать крышку, смотреть, если вода выпаривается сильно, добавляем водички. Если газ, плита, неважно, слишком сильно бьет, соответственно, убавляем огонь, уменьшаем там индукцию и доводим наши манты до готовности. Ну что, так-то даже не сказать, что они в мантоварке не готовились. Все, давайте снимать и дегустировать. Я добавлю немного сырька. Это пшеничный уксус. Вот такие у нас манты получились. Худо-бедно. В сковородке. В общем, друзья, манты готовы. Обязательно попробуйте приготовить в сковородке. А если кто-то уже приготовил в сковородке, напишите в комментариях, получилось, не получилось. Я читаю все комментарии, поэтому будем решать этот вопрос вместе с вами. Давайте продегустируем. Бесьмеля. просто. Прям бальзам на душу. Значит, овощи все приготовились. Мясо также готовое. Сейчас я вам покажу, чтобы у вас было понимание. Так оно все выглядит изнутри. Манты у нас едят руками. Кстати, смотрите, какой сок здесь. Вот я не зря говорил про растительное масло. Ну и, конечно же, сами овощи дали сок. Но, тем не менее, у нас едят руками, поэтому я надеюсь, не будет таких комментариев, что ешь руками, да? Собственно, что, друзья, хочу сказать, подводя итоги. Мне пора бы доедать эти манты, а вам пора подумать, в какое время и когда приготовить манты на сковородке из продуктов, которые залежали у вас в холодильнике. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, нажмите на колокольчик и увидимся в новых выпусках. Всем до скорой встречи. Просто. Момба.